Привет, меня зовут Олесь Селезнева, и я хочу поделиться с тобой впечатлениями о только что выпитой чашке кофе Гоу. Друзья, об этом кофе я слышала уже давно, и даже по рассказам мне уже хотелось попробовать, так как я люблю кофе, и не всегда в магазинах приобретаешь тот кофе, который ты действительно пьешь и наслаждаешься. Поэтому я очень ждала новый продукт, который появляется на рынке, и, конечно же, хочу поделиться теми впечатлениями, которые у меня появились после выпитой чашки, а точнее нескольких чашек, потому что я попробовала несколько вкусов. Первый вкус, который я попробовала, это был вкус апельсин. Не знаю, почему пал выбор на апельсин, наверное, потому что скоро Новый год, да, и ассоциация мандарины, елка стоит у меня перед глазами. Очень тонкий вкус, необычайно такой, знаете, конечно, передачу очень сложно, да, так же, как объяснить сложно, что сахар сладкий, но первую порцию мы попробовали просто апельсин. Мне показалось, что не хватает немножечко сахара. Я добавила в чашечку сахар, и вот здесь это было просто вау! Это настолько необычно, это настолько вкусно, ну, просто вау, просто вау! И в третью порцию я добавила молоко. Это был такой, знаете, нежный, романтический вкус, вкус такой девушки-мечтательницы, наверное. Ну, в общем, классно, то есть даже один вкус можно выпить по-разному. Горький, бодрящий, классный, вкусный и такой, знаете, романтический, когда хочется закутаться пледом, чтобы тебе любимый принес чашечку кофе, и ты о чем-то молча с ним помечтала. Это вкус апельсин, друзья, мне он очень понравился. Я думаю, что это будет один из любимых моих вкусов. Следующий пакетик кофе, который я попробовала, это был, так, это был классический Колумбия. Ну, здесь я что могу сказать? Классика, есть классика, классика всегда в моде. И для тех, кто любит кофе эспрессо, это, наверное, идеально, потому что это действительно насыщенный, такой плотный вкус. Тоже я попробовала без молока, но на мой вкус было горьковато. С молоком, ой, с сахаром, добавив сахар, мне вкус понравился больше, но мне туда хотелось добавить однозначно молока. Вот, я думаю, для тех, кто любит именно, знаете, сильно горький, такой настоящий, насыщенный вкус, это как раз-таки для вас находка. Вот, что же, мне еще предстоит попробовать вкус черешню. Я обязательно поделюсь с вами отзывы об этом вкусе, потому что я вообще очень люблю черешню. Не знаю, мне кажется, очень много девушек, да, которые ждут летнего сезона и любят черешню. Она уже сама по себе такая красивая, сочная, вкусная. Вот, очень интересно, какой же будет вкус кофе черешни. А также, буквально сегодня я протестирую горький миндаль и ирландский крем. И, конечно же, буду делиться своими отзывами и впечатлениями. А также, очень интересно узнать твои отзывы об этом замечательном напитке. Поэтому, звони, мы встретимся за чашечкой кофе. Продолжение следует... Продолжение следует... Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране. Субтитры подогнал «Симон»!